Вот спустя ей понравилась другая лошадь, и мы ее купили. Потом влюбилась я еще в одну. Первой лошади 27 лет, но мы все еще за ней ухаживаем. Но первую собаку они завели лишь два года назад. Херби — наша первая собака немецкая в черпе. Он очень дружелюбный, любит играть с собаками, но рычит, если мы проявляем к ним внимание. Думаю, он вожак нашей стаи. Он все время тянет поводок. Когда мы с другой собакой, он нападает на нее, не позволяет ей играть. Мне очень нравится Херби. Мы решили взять в нашу семью еще собаку. Важно дать каждому псу шанс обрести дом. Я знаю, Сессер сможет научить нас быть вожаками стаи. Есть ли у вас какая-нибудь стратегия встречи с Амиго? Думаю, просто идти рядом и не обращать внимания. Кто встретит Амиго? Ты. Но это проще простого. Я знаю, как это делается. Попробуем все вместе. У вас были неприятности из-за того, что он так тянет поводок? Да, он сломал ей руку. Как это произошло? Увидел птицу, дернулся, а потом я упала на руку. Ясно. Когда собака на поводке, это должно давать вам предельный контроль. Но тут все контролировал Херби. Вы всегда контролируете ситуацию? Иногда он, иногда они. Первое впечатление самое важное. Особенно, когда мы собираемся встретиться с другой собакой. Амиго может испугаться этой возбужденной немецкой овчарки. Из-за того, что никто не брал на себя роль вожака стаи для Херби, встреча с Амиго может стать проблемой. Хорошо, видите, собака уступает место. Что бы вы сделали? Мы заходим. Правильно, вы зайдете. Почему? Потому что один из них уступает место. Мы не видим напряжения между ними. Вы готовы? Да. Вы больше не можете пользоваться поводком. Хорошо. В конце концов, вам придется довериться. Ну вот. Уши опущены. Хорошо. Всегда важно, чтобы у новой собаки были опущены уши. Это правило. Когда вы встречаете собаку по ее ушам, можно понять, чувствует ли она себя в безопасности. Чувствует ли она, что вы в безопасности. Амиго был очень послушным, когда зашел Херби. Могут ли они стать друзьями? Без сомнения. Пойдут ли они в разных направлениях? Безусловно. Херби пойдет в одну сторону, Амиго в другую, а человек останется посередине, как без рук. Может ли кто-нибудь из вас дотянуться до Амиго, погладить его, помочь ему расслабиться? Вы как бы заявляете свои права на него, только ласково. Просто хочу увидеть, как он это воспринял. Если он зайдет, не пускайте его в круг, хорошо? Это еще одно. Чему он должен научиться, когда вы играете с другой собакой? Амиго все равно. Потому что ему не угрожают. Встреча между Херби и Амиго прошла хорошо. Они были оба спокойны. Думаю, они получили достаточно хорошей энергии друг от друга. Мы хотим стать семьей для Амиго, но нам придется проводить с ним больше времени. Отлично, мне нравится то, что я увидел. Спасибо вам. Пойдемте. А вот и Амиго. Вот он. Вы раньше видели Барзых? Нет, нет, Барзых не видел. Меня зовут Севильо, я живу в Амстердаме. Мои корни в Суринаме. Я живу здесь последние 18 лет, может больше. Работаю бизнес-аналитиком в основном дома. Живу в коттеджном комплексе. Там удобно содержать животных. Позади дома имеется старый парк. Там я раньше гулял с моей старой собакой Милтоном. Я его потерял. И с тех пор я ищу нового опса. Я живу один, и теперь подумываю о том, как бы взять собаку из приюта. Что думаешь? Очень милая собачка. Хорошо. Милая, спокойная. Хочу понаблюдать за вами в действии и увидеть, что вы уже знаете. Ладно. Давайте посмотрим. Я могу зайти? Конечно. Вот как открывается. Так. Дружу. Амиго. Берите поводок, и давайте возьмем его на прогулку. Хорошо. Что вы думаете? Мне он нравится. А что вам не нравится? Мне нравится оранжевый цвет. Хорошо. Хороший выбор, между прочим. Борзые, спокойные, самые невозмутимые и расслабленные. Среди собак. У Севильо неторопливая, спокойная энергетика. Доверять ему можно. Вы туристический гид? Ну да, это хобби. Да? Пойдем туда. Туда? Да. Я сам, как туристический гид, показываю людям, куда идти. Ну да. Но теперь он сам показывает вам, куда идти. Я не мог сделать так, чтобы пес следовал за мной. Все получилось наоборот. Я все еще думаю, что мне не достает практики. Теперь я проведу тур по Голландии. Сейчас мы посмотрим на это место. Хорошо. Пойдем. Видишь? Видите? Как я это делаю? Хорошо. Я разговариваю с туристами. Ясно. Но они не впереди меня. Нет. Если они окажутся впереди, они пропустят вид. Это не прогулка с собакой. Нет, скорее собака выгуливает тебя. Да. Когда собака идет впереди, она чувствует свою силу. Помните, все дело в вашем положении в стае. Если Севильо будет следовать за Амиго, тогда Амиго пойдет неверным путем, и мы знаем, куда. Пойдемте. Мне нравится то, что я видел. Доброе утро. Доброе. Что вы знаете о собаках? У меня были раньше собаки? Я полагаю, у меня чуть больше опыта, чем у моего парня. Он любит кошек. Меня зовут Дагмар. Мои корни из Чехии. Меня зовут Даниэль. Я родом из Италии. Живу с Дагмар последние 10 лет. И в следующем году мы собираемся, наконец-то, уже пожениться. Мы всегда хотели иметь собаку, но не было времени и подходящего места. Мы жили то в маленькой квартире, то в центре города. Это только навредило бы животному. Теперь мы купили этот дом. Когда его выбирали, в первую очередь думали о собаке. К сожалению, у нас нет сада, но сам дом находится в прекрасном зеленом месте. Прекрасный парк у нас прямо перед домом. Идеальное место для собаки, может, даже для двух в перспективе. Мы узнали, как много в приютах собак, и решили помочь. Пришло время дать собаке второй шанс, а нам получить опыт. Я думаю, что мы получим от этой собаки, собаки из приюта, больше, чем от какой-то породистой. За нашу новую собаку? Да. Что вы видите? Он немного робкий. Почему? Может быть, потому что вокруг него слишком много людей? Верно. Первое, что надо сделать, дать ему больше места. Не обязательно ему быть робким или бояться, просто это уважение, видите? Он не опустил хвост между ног. Ясно. Видите, голова не опущена. Все хотят осчастливить собаку, но не все стараются доверять ей и уважать ее. О счастье, как это видят современные люди, это возбужденная собака. Итак, я хочу понаблюдать, как вы себя поведете. Можно нам зайти внутрь? Конечно, да-да-да, я просто постою здесь. Идите. Идите. Боже мой, ты прекрасен. Можно выпустить его? Амиго. Можно его выпустить? Нельзя? Не совсем. Вы всегда можете его выпустить, если это ваше решение. Именно, видите? Потому что я пытался. Вот как вы поступили, да? Но не знали, что делать дальше. Выводить собаку таким образом неправильно. Нельзя допускать, чтобы собака контролировала ситуацию, потому что у Амиго есть предпосылки к агрессии. Он снайпер. Он уже нацеливается на что-то. Это покладистая порода. Если вы будете обращаться с ними непринужденно, вы сможете их контролировать. Итак, вот дверь. Вперед. Так. Вернулся. Выбирайте поводок. Даниэль и Дагмар выпал шанс исправить ошибку. Спокойный, послушный. Прекрасно. Даже лучше посмотрите, все это прекрасно. Вы контактируете с ним так, как надо. Это хорошо. Да. Видите, здесь работает ваш кошачий подход. Он помогает. Хотя у него никогда не было собак, знания кошек выручают его этот опыт. Посмотрим, как ты двигаешься. Не все люди, у которых есть кошки, знают, как держать поводок. Здесь опыт с кошками не может вам помочь понять, что такое выгул. Я покажу. Вот видите, что происходит? Спокойствие перерастает на напряжение. Моя энергетика была такой. Да, чуть сильнее. Держите его так. Понимаете, вы перешли от спокойствия к напряжению. Я перешел от напряжения к спокойствию. Потому что когда я прикасаюсь, то делаю вот так. Когда вы вожак стаи, не стоит быть слишком тихим. Да. Можно я попробовать? Да, конечно. Точно. Тогда вы станете в стае кошкой. Вот так. Прекрасно. Определенно, Дагмар сделал это более настойчиво и динамично. Видно, что Дагмар больше знает о собаках. Голова низкая, уши назад, отличный контакт. Но жизнь полна неожиданностей. Никогда не знаешь, где собаки могут появиться. Отлично. Амиго борзая, которая проявляла агрессию к собакам, находясь на поводке. Тому, кто станет хозяином Амиго, придется контролировать непредвиденные ситуации. И Дагмар предстоит столкнуться с такой ситуацией. Отлично. Вот так хорошо. И внезапно появилась стая собак, которая шла в нашу сторону. Мы подумали, что происходит. Рядом с Эссор, ничего плохого не случится. Я хотел удивить тебя, да? Как бы ты повела себя в такой неожиданной ситуации? В жизни никогда не знаешь, что может случиться. Ведь так? Верно. Важно, как он с этим справляется. Некий уровень напряженности присутствует, видишь? Это все, что ему нужно выразить. Да. Звучит, как я принимаю ваше возбуждение, но мой хозяин говорит мне не вести себя, как вы. Мне понравилось то, что я увидел. Они были спокойны. Их реакция не была напряженной, нервной, неуверенной. Несмотря на возбужденность, а он все прекрасно сделал. Итак, вам сегодня понравилось? Да, отлично. Прекрасно. Спасибо, Эссор. Теперь пришло время сократить количество кандидатов, чтобы Эссор смог найти подходящего вожака стая для Амиги. У Дагмара и Даниэль правильная энергетика, подход, но смогут ли они прекратить рассуждать и просто применить свои знания? Севильо никогда не глушил инстинкты Амиги. Но мы не хотим, чтобы Амиго руководил, мы хотим, чтобы его направляли по жизни. Аня, Тамара и Лаура имеют большой опыт. Если бы Херби взял Амиго под контроль, тогда все бы пошло как по маслу. Но тогда Херби станет сильнее, ведь он будет защищать другую собаку. Дело не в том, что Амиго попадет в неприятности, дело в том, что Херби станет сильнее. Возможно, наше преимущество в том, что у моего парня есть опыт общения с кошками, у меня с собаками. Амиго находится посередине. Мы бы оба могли применить к Амиго нужные знания и свой опыт. Претенденты с собакой отлично ладят с животными, но другая пара, по-моему, мой самый сильный конкурент. Однако у меня чувство, что я вожак для Амиго. Думаю, Херби и Амиго подходят друг к другу, но я не уверен, насколько они поладят друг с другом. Будут ли играть, как другие собаки. Добрый день. Вы как? Нормально? Хорошо. В вопросе выбора собаки – самая главная совместимость. В согласии с духом спасения, реабилитации и поиска хозяев, мне следует быть честным. Один из вас не подходит для Амиго. Один из вас не станет для него в закон. Один из вас не станет для него в закон.